Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров Utrade TV. Сегодня 27 января 2017 года, пятница. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Желаю вам ее завершить успешно и уйти с хорошим настроением на выходные вечером сегодня. Давайте посмотрим, как мы завершили вчерашний день. 2229 пунктов составил индекс ММВБ, рост плюс 2,4%. Индекс РТС остановился на отметке 1163 пункта, рост 0,3%. К сожалению, доллар из-за известных решений Банка России о покупке доллара в случае превышения цены нефти марки EUROS 40 долларов. Вот эту разницу Минфин через Банк России собирается выкупать. собирается выкупать только с февраля, а уже вчера мы увидели рост доллара на этой волне 91 копейку. 60 рублей 42 копейки дают сейчас за 1 доллар на споте. Нет сомнений, что пойдет дальше. Ясно. Если наши решили добивать национальную валюту, они ее добьют, это понятно. 64 рубля 60 копеек дают за евро. Рост евро составил 63 копейки. Давайте посмотрим на нефть, как она себя вела. Нефть себя вела следующим образом. Вчера стартанула наверх и 132 цента прошла. То есть на доллар 32 выросла, 56-56 ударила, закрылась 56-27. Монета вчера показала бай, она показывает результативность 60% на этой неделе. Ну вот, надеемся, за последние 5 рабочих дней, надеемся сегодня дальше укрепить. Я тоже вижу бай. Кстати, давайте сразу у монеты спросим, что сегодня у нас, она считает, будет. Видит, смотрю, бай, да, монета видит бай сегодня тоже. Бросил я монету, коллеги, кто в чате, тот видит. Как вчера повели рынки себя на таком росте? Доллар вырос на таком росте, потому что действия Банка России, понятно, ожидаются. Я думаю, их еще нет де-факто, просто на этом вот настроении пошло. РТС вырос, СБЕР вырос, хорошо. Газпром, кстати, вернулся, отбился опять в нашу отметку, которую мы ему поставили. Видите, да, сильная зона сопротивления, сильная поддержка, ставшая сопротивлением. Посмотрим, что сегодня будет, пробьем мы ее или нет, это критически важно. ВТБ вчера вырос, Роснефть, мы говорим о фьючерсах во всех случаях, вырос. И Локкоил вырос, причем впечатляюще, это здорово. Форекс, друзья, еврик второй день сегодня снижается, фунтик второй день снижается, японская иена второй день снижается, франк второй день снижается. Вы замечаете, да, сходность моих фраз? Канадский доллар второй день снижается, австралийский доллар третий день снижается и новозеландский доллар второй день снижается. Доллар вернулся, друзья, пока никого Трамп не трогает, пока только слова, поэтому все золото четвертый день снижается. Трамп занимается своими делами и серебро четвертый день снижается. Да, доллар доминирует и на нашем рынке, причем это происходит на растущей нефти. Вот вам уникальная ситуация военного трейдинга, о котором я говорил. Нефть и доллар растут одновременно. Какие новости глобальные повлияют сегодня на рынок, друзья? Трамп решил ввести 20% пошлину на товары из Мексики. Удивительно, потому что 40% импорта, как сообщает CNN Money в Мексику, это американские. Они огромное количество импортируют из США. То есть, если сейчас Трамп ведет 20% пошлину на какую-то ерунду из Мексики, то, ну что там, текила, что там еще там особенно, да? То Мексика в обратку ведет, естественно, тут же 20% пошлину на все товары из США. Пострадают американские производители. CNN пишет открыто об этом. Я вам точно говорю, Трамп не предприниматель, он вообще не понимает, что происходит. Значит, в Кремле назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа. Завтра, в субботу. Это хорошо. Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 миллиардов рублей. Я вам скажу по секрету, у нас нет науки. Есть бездельники, которые не могут комменциализировать вообще ни одно изобретение. А тем, кто могут, не дают. Вообще, надо прекращать финансирование науки. Надо признать, факт ее нет. Герман Клименко, друзья, предложил советник российского президента по развитию интернета. Вообще, его лучше называть, наверное, советником по разрушению интернета. Потому что он предложил пойти китайским путем. Отключить мессенджеры и ограничить интернет. Да, друзья, мы начинаем заниматься альтернативными источниками интернета. Деться некуда. Все, он уже Китай, коммунистический, рабовладельский Китай. Герман Клименко выставляет как образец. А нет, не надо, там, другие страны, США, Евросоюз, более развитые. Нет, не надо этого. Может, это хороший вариант. Нет, Герман Клименко, ясно, его поставили для ликвидации интернета. Обсуждать нечего, он сам об этом говорит. Ну, что как бы тут. Только таким образом Россия может обеспечить свою информационную безопасность. Ну, что тут. Да ясно, что надо искать альтернативные источники интернета. Я в шоке вообще. Такое реакционное действие, разворот назад из 21 века в 11. Ну, это тоже серьезно. Это вот прямо для нас, конечно. Какой фондовый рынок? Вы что? В 11 веке не может быть фондовых рынков Российской Федерации. Это смешно даже обсуждать. Банкир Задорнов удивил. Нашел плюсы в обеднении россиян. Глава банка ВТБ-24 Михаил Задорнов выступил, сказал, за последние два года реальные доходы граждан сократились на 15%, а сильно обедневшее население аккуратнее платит по кредитам. О, паньки! То есть ты что, как бы это вообще, что ли там? Ну, понятно, люди почему платят. Они пытаются закрыть растущий долг, сократить процент, может быть, досрочно что-то заплатить. Ну, вообще это хорошо, вы думаете? Во всем мире живут на кредите растущие экономики. Вы что? В обеднении ничего хорошего быть. Я уже не говорю о моральных, так сказать, сторонах вопроса, когда одни люди безумно богаты, другие безумно бедны. Это несправедливо в 21 веке. Далее. Жириновский выступил. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. Мы посмотрим 12 часов его выступления, вот оно здесь есть, ролик этот. Я просто, ну, комментарии читаю в шоке. По мнению депутата, нужно крайне осторожно относиться к образованному слову население. Они сейчас и образование запретят. Я вам говорю, сначала интернет обрубят, потом образование. Жириновский, он, то, что у Жириновского на языке, у кого-то в голове. Друзья, а тем временем на Западе, загнивающем, уже погибающем в пучине застоя и, так сказать, деградации, всей этой гейропы и так далее, они придумали такую мульку. Значит, Wi-Fi, то есть, вот этот беспроводной интернет в спектре радиоволн будет заменяться на Li-Fi. Это беспроводной интернет на световых волнах. L означает Li. Очень интересная технология. Проще, быстрее, лучше, надежнее. Блин, вообще фантастика. Мне нравится. Я за Li-Fi. Вообще, весь мир занимается развитием. Мы. Вот посмотрите наши новости сегодня. Запретить интернет, запретить образование, обеднение населения – это хорошо. Все. Управились. Развили, блин, страну. А, сокращаем расходы на научные исследования на 19 миллиардов рублей. Опа, молодцы. Все, друзья, двигаемся дальше. Это я к вопросу о том, может ли развиваться российский фондовый рынок. На чем? Да, раздуть могут, держать могут и год, и два. Ну, история понятна, конец известия. И так каждые 50 лет. Тух-тух-тух, приподнялись. Ух. В динаминацию, в дефолт и так далее. Нет мотивации, понимаете. Народ бедный, ничего не можем сделать. В бедной стране не могут быть богатый фондовый рынок. Не может быть по определению. Дефакт. Вы знаете, как трава без земли расти не может. Так и здесь. Абсолютная аналогия. Сегодня, друзья, в Китае Новый год. По лунному календарю. С китайским Новым годом. Я так понимаю, что сегодня только год петуха наступает. По-настоящему. По-китайски. Значит, так что всех поздравляю. У нас два праздника сегодня. Пятница и китайский Новый год. 16.30, друзья, ВВП США. Интересно. Вот интересная новость. 13.00. Евросоюз. Встреча министра финансов ЕС. Там может кто-нибудь выступить и что-нибудь булькнуть. Будьте бдительны в 13.00. Не случайно они назначили на 13.00. Пятницу в 13.00. Далее, друзья. Ну и все. Пожалуй, число боровых установок от Baker Hughes в 21.00. Кто смотрит. Есть другие вещи. Помимо ВВП. Там реальные потребительские расходы. Объем заказов. Базовые заказы на товары бдительного пользования. Кто отсматривает, тоже можно. Надо в 16.30 все это посмотреть. Все, коллеги. Спасибо всем большое. Подводим итоги. На мой взгляд, сегодня нефтюшка может подрасти дальше. Доллар будет укрепляться. Не стойте против доллара. Там волна идет. Все. Трамп поднимает, разгоняет эту волну. Это все решения ошибочные. Но это выяснится через год. А сейчас он говорит, вот, все, сейчас задушим мексиканский импорт из Мексики. И свой будем развивать, свое производство. О том, что 40% и Мексика своих товаров импортирует из США, он не знал. Я вам говорю. Пацан не в теме. Поэтому пока доллар растет, ну, тут ничего не сделаешь. Он действительно выкатывает мощные информационные поводы. Российский рынок. Рубль нет. Рубль будут закатывать. Уже понятно. Вчера, когда... Я думал, вчера рубль, когда подснизят, выступит кто-то из министров, скажет, да, это ошибка, ерунда. Да, мы этого не хотим. Нет, нет. Вроде как упал рубль на 91 копейку. Вроде так и надо. И все молчат. Значит, решения какие-то приняты. И бороться с этим. Ну, бесполезно. Можно побороться? Ну, смысл нет. Монета уже была, Андрей. Нефть, бай, видит монета сегодня. Я, кстати, тоже. Все, друзья. Поэтому сегодня, на мой взгляд, покупаем и нефть, и доллар. Российский рубль продаем однозначно. Ну, доллар раз покупаем в отношении рубля тоже. Российский фондовый рынок, ну, не знаю, даже не могу вам ничего сказать. Я не очень понимаю, на чем он вообще растет, зачем его сейчас. Уже бонусы определены. Его продолжают раздувать. Мне кажется, это достаточно быстро закончится не очень хорошо, потому что базы для этого нет. Но были случаи, когда финансовые пузыри раздувались годами. Годами. Поэтому, если это получится, я буду только рад. Ну, так, чтобы сказать, покупайте российский фондовый рынок, ну, не могу, не чувствую, на чем он вообще может расти. И не могу, не берусь даже предсказать, когда это может закончиться. Я удивлен, что это есть этот рост. Ну, с другой стороны, есть, кто чувствует волну, становитесь, ни о чем не думайте. Зарабатывайте, наросте и все. Что тут вы думаете? Когда стопы ставьте и все. Когда развернутся, нам скажут. Спасибо, друзья. Всем удачи сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok